Мир вам, дорогие братья, сестры, друзья! Рад вас приветствовать. Любовь Господа Иисуса Христа, благодать и мир каждому из вас. Я хотел бы прочитать место, которое записано в Евангелии от Матфея, в пятой главе, восьмым стихом. Евангелие от Матфея, пятая глава, восьмой стих. Это Нагорная проповедь, начало Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Он в восьмом стихе здесь говорит такие слова. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Аминь. Я бы хотел сегодня немножко, сколько Господь позволит, поговорить о сердце. О сердце человека. Вы знаете, Писание очень много говорит о сердце человека. Практически в каждой книге, которую мы открываем, читаем, мы находим те места в Священном Писании, где Бог говорит о сердце человека. Хочу начать с того места, где один из пророков, мы читаем в Ветхом Завете, это, по-моему, пророк Иеремия говорит, что сердце человеческое, оно лукаво, более всего и крайне испорчено. И эту оценку дает сам Господь. Сам Господь дает оценку человеческому сердцу. И здесь мы читаем в Нагорной проповеди, что сам Иисус Христос говорит, что блаженны чистые сердцем, потому что они что? Бога узрят. В Ветхом Завете мы, когда читаем историю, помните, Моисей, когда вывел народ израильский из земли египетской, он имел общение с Богом, когда он зашел на гору. Помните, он общался с Богом, когда это было десятисловие, он записывал эти все десять заповедей. И не только Бог давал ему откровения, научения о скинии, о том, как народ израильский должен себя вести. И Моисей попросил Бога, чтобы Бог показал ему себя. Помните, что Бог ему ответил? Что человеку невозможно увидеть Бога, потому что если человек увидит Бога, он не останется в живых. Правда? Написано, что Бога не видел никто никогда, мы читаем в Евангелии от Иоанна, да? Но единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть мы понимаем, что Бога показал сам Иисус Христос. Мне когда один из учеников скажет, Господи, покажи нам Отца и довольна для нас. И Он говорит, Иисус Христос говорит, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Он говорит, я и Отец одно. Иными словами, что Иисус Христос, Он в полноте показал, какой есть Бог Отец. И Иисус здесь говорит о том, что вот именно блажены чистые сердца, потому что они Бога узрят. Вы знаете, некогда, уже можно так сказать, действительно, что уже в прошлом веке, когда полетел первый человек в космос, естественно, ему задали вопрос, видел ли ты там Бога? Естественно, он сказал, что нет, я его там не видел. И один из священников подошел к нему и сказал ему такие слова, Юра, если ты не нашел Бога здесь на земле, то там ты тем более его не найдешь. Написано, что Бог недалеко от каждого из нас, потому что мы им живем, движемся и что? Существуем. Он недалеко от каждого из нас. Вот как воздух, мы знаем, что воздух есть, а мы его видим. Нет, но мы знаем, что он есть, и мы им дышим. Бог окружает нас, природа, которая окружает нас, творение Божье и так далее. Есть еще некоторые места в Священном Писании, которые я хотел бы прочитать. Одно из них написано в 118-м псалме. 118-й псалом в 32-м стихе. 118-й псалом, 32-й стих, тоже говорит о сердце человека. Псалмопевец говорит такие слова, потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Псалмопевец говорит о том, что я потеку путем заповедей твоих, но при одном условии. Он понимал, что для этого нужно, чтобы Бог расширил его сердце. Из курса школьной программы, я так вспоминаю и задам вам сейчас вопрос. Скажите, когда тело расширяется? Когда оно расширяется? Когда его что? Когда его согреть? Когда его нагреваешь? Мы спели «Огонь небесный, сойди скорее». Мы читаем в послании Петра, Петр пишет такие слова «Огненного искушения для испытания вам посылаемого». Что делать? Убегать? Не чуждайтесь. И дальше смотрите, какие замечательные слова. Как приключение для вас странного. Оказывается, когда Бог посылает в жизнь христиан какие-то скорби или испытания, оказывается, этот огонь должен что? Он должен расширить сердце. А для чего, друзья дорогие? Помните, Христос перед своими страданиями говорил ученикам такие слова? «Я многое имею сейчас сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Почему? Потому что их сердце, оно было сужено, сужено теми мыслями, которые их наполняли. О чем? О том, что будет царство земное, о том, что Христу не надо никуда, никакая голгофа не нужна, ничего. Они хотели земного царства. Он говорит, многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. И поэтому Богу приходится посылать скорби, страдания в жизни своих детей, чтобы сердце расширить, чтобы что туда поместить свое слово. И в созвучии с этим я хотел бы тоже прочитать из этого же псалма один стих, который записан одиннадцатым стихом в этом же псалме, 118.11. И знаете, что интересно? Некоторые исследователи говорят, что если Библию открыть напополам, вот напополам, вот некоторые изучают так, что вот выучили сколько слов, букв и так далее, и приблизительно говорят, что это сердце Библии, то есть это середина Библии. Если открываешь середину Библии, то попадаешь на этот стих. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». И в этом вся суть. Что Бог сказал первым людям, Адаму с Евой, которых поселил в Эдемском саду? Что Он им сказал? Он им сказал слово, которое они должны были поместить в свое сердце для того, чтобы что? Не согрешить перед Господом. И мы знаем и видим последствия того, как они поступили со словом, да? Мы знаем, что они слово услышали, но поступили так, как услышали от врага душ человеческих, и после этого грех передался абсолютно всем людям, и мы свидетели тому, что сейчас происходит на земле. Я бы хотел обратиться к тем, кто, может быть, впервые посетил данный дом молитвы, кто ищет Господа. И Господь говорит, что ищите Господа, когда можно найти, когда призывайте Его, когда Он близко. Бог, еще раз хочу повториться, что Бог говорит, оценку дает человеческому сердцу, как лукавое, более всего, и крайне испорченное. Но заметьте, что Бог, Он меняет сердце человека. Заметьте, что написано в Евангелии от Иоанна, очень интересные слова Иисус говорит в притче о виноградной лозе. Смотрите, что Иисус говорит. 15 глава Евангелия от Иоанна. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он что делает? Отсекает. А всякую приносящую плод, что делает? Очищает. А что мы прочитали с вами? Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть, Бог делает эту чистоту сердца. Он это производит, и Он это делает. Пусть Бог благословит каждое сердце, которое находится здесь сегодня, в данный момент. Хочу, чтобы мы запомнили одно, друзья, что Бог посылает скорби, испытания в нашу жизнь, чтобы наше сердце расширилось, чтобы туда поместилось больше Его Слова, чтобы через это вознеслась слава Господу. И хочу обратиться к тем, кто, может быть, еще не познал путь Господень, не встал на тропу христианской жизни. Сегодня ваш день. Обратитесь к Господу словами в молитве к покаянию, потому что сказано, что всякий, кто призовет имя Господне, что спасется. Пусть Господь благословит каждого из нас. Давайте сейчас встанем и помолимся. И места в дальнейшем наши друзья продолжат программу. Спасибо.